я вам сегодня расскажу что такое человек довольно регулярно я как антрополог да слышу такие вопросы что а когда человек стал человеком и чем человек отличается от нечеловека на самом деле ответ на этот вопрос казалось бы простой зависит от того что считаете человеком само по себе определение может быть дано по-разному ну и можно это определение давать через самые разные как бы дисциплины через какие-то там социальные науки а там про мышление рассуждать еще что-то такое но поскольку я белок с биофаку только что прибежала там с потемше то и взгляд у меня биологический такой чисто как бы биологический поэтому не видите что я буду рассказывать там про какие-то высокие там материи все по простому что такое человек ну для начала откуда мы эту информацию можем почерпнуть у нас есть довольно много источников знаний прежде всего сравнительная анатомия ну если уж речь заходит о биологии то это просто наше строение причем понятно что изучать надо не только строение как таковое человеческое да но и именно сравнивать его с другими ну например у нас есть мозг человека а мы можем его сравнить с мозгом до начала хотя бы там осьминога и посмотреть чем человек отличается там от беспозвоночных животных там от моллюсков в данном случае головоногих а потом сравнить с мозгом скажем гориллы или мозгом шимпанзе и посмотреть в чем там фишка и многие интересные вещи выявляются ну например от беспозвоночных наш мозг ну как бы хордовых животных как бы широком и высоком смысле отличается наличием желудочков вот внутри есть большие полости по которым течет спинномозговая жидкость и позволяет нам иметь эти самые большие мозги но относительно тела большая нервная система эта фишка не сугубо человеческая то есть не у всех хордовых большая нервная система вот тогда нам приходится сравнивать с более близкими к нам ну вот опять же там гориллами шимпанзе например и уже там пытаться снова что-то такое найти сами эти мозги ну понятно что не только мозги можно сравнивать там ручки ножки там позвоночник все что угодно да но если уж речь заходит о мозгах то эти мозги это носители нашего поведения наше поведение изучает биологическая дисциплина под названием этология то есть наука о поведении животных причем этология сравнительно это сугубо биологическая дисциплина но в приложении к человеку и уже при желании можно назвать психологии например то есть если так строго подходить то психология то просто один из разделов сравнительной этологии такой маленький психологи с этим конечно не согласятся они будут говорить что нет человек это особенное существо со своими там фишками все такое ну кто бы сомневался свои фишки особенные есть и у шимпанзе и у гориллы и у там не знаю бобра какого-нибудь и выхухоли у кого угодно то есть такое поведение как у какого-нибудь там гиббона сиаманга да у человека нет собственно чтобы не изучать психологию гиббона сиаманга то есть это конечно исключается что у человека все это сложнее намного но что-то сложнее что-то и проще у нас например инстинктов практически нету а у животных полным-полно вот ну и изучая сравнивая человеческие особенности другими мы можем вычленить как бы что там ближе что там не ближе но сравнительная анатомия сравнительная этология говорят по сути дела о том что существует на данный момент то есть данный конкретный момент на планете до существуют разные живые существа они так-то устроены так себя ведут но такой одномоментный как бы срез он дает искаженную картину потому что это просто верхушки кончиков как бы веточек до эволюционных то что получилось по итогу а откуда это получилось из этого вот современного состояния узнать довольно таки проблематично для того чтобы понять как оно так вышло и собственно опять же что есть человек да откуда он такой выпучка вался у нас есть палеонтология ну которая в основном говорит все той же самой сравнительной анатомии но только уже в таком хронологическом среде последовательном то есть было так стало сяко потом поменялась счетом будет третье состояние но немножечко его поведение тоже то есть иногда палеонтологические данные позволяют судить как себя эти древние существа вели как они двигались как минимум да как они общались насколько они там кусали друг друга или там дружили или как-то еще что-то такое делали специфические такие дисциплины которые приложимы не к человеку и не только например палеопатология дисциплина о болезнях древних существ ну и человек в частности принципе палеопатологии можно изучать хоть там динозавров хоть лобитов хоть кого там угодно но и человек тоже то есть принципе с одной стороны это опять же такая чисто биологическая наука то есть это повреждение на костях какие-то следы там инфекции заболеваний стрессов там климатических еще каких-то там пищевых вот с другой стороны это же отражает и поведение потому что если например мы имеем какие-то кости с очень большим количеством таких трудно переживаемых повреждений и на одном индивиде их очень много то значит что он был как минимум очень живущий что столько как бы все огреб и при этом все еще живой остался а во вторых если мы говорим о человеке я каком-то более-менее социальном существе то скорее всего о нем ухаживали за ним ухаживали и о нем заботились и как-то ему помогали выжить иногда это достаточно очевидно если у него какие-то там патологии особенно если они еще врожденные к тому же да которые вообще вот прям совсем в одиночку никак не протянуть и тогда мы говорим уже о поведении то что там они друг другу помогали например а если мы говорим о поведении в таком еще и еще более широком понимании и трудовой деятельности тот нам помогает археология археология это наука поведение по сути древнего человека выраженной в остатках материальной культуры то есть конкретные археологи обычно конечно занимаются какими-то конкретными вот вещами штуками да там керамикой ножами какими-то горшками и жилищами и там печка я печь печами там еще чем-то таким вот но по сути главная цель археологических изысканий это узнать как себя люди вели чего они делали и с этой точки зрения археология ну хотя опять же археологи с этим может быть и не согласятся но по сути это биологическая дисциплина то есть можно изучать поведение какой-то соловья как он поет да или там какой это реально вот сегодня там утром шел по дороге и там вороны гоняют на вороны голубей а прогнала потом обратно возвращался они там уже друг друга гоняли эти вороны видно что весна наступила а не гнездоваться собираются и вот они там гоняют всех как бы от места своего гнездове вот как бы поведение сороны и можно потом посмотрите не построить гнездо тоже материальная культура по сути да и как бы ну пока он у меня это современность это этнография такая вороне а если это будет ископаемое окаменевшое гнездо это будет археологическая находка по сути то есть археология то есть а рядом стоит какой там если он развалится и мы через 10 тысяч лет найдем это будет археология человеческая и в этом смысле поведение ворон и поведение человека не отличается ничем то есть они строят из веток да мы строим из камня иногда тоже из веток и в чем собственно ключевая разница ну понятно что человек все сложнее и хитрее как бы как нам по крайней мере кажется что мы люди и мы это видим но опять же это еще большой вопрос то есть точно строят там термиты и муравьи да ну я сомневаюсь что кто-то из вас такое строил когда-нибудь жизни вот а муравьи строят каждый день и археология по сути ну вот с точки зрения антрополога это такая сугубо биологическая наука поведение человека но только в древности и изучаем мы по специфическим все таки вещам по вот этим самым как бы остатком и из всего этого месте взятого складывается представление ну что такое человек ну собственно если посмотреть немножко детальнее сравнительная этология позволяет понять насколько человек отличается от обезьян насколько не отличается насколько он похож про всяких там этих осьминогов я что-то не буду как бы говорить да если взять самых ближайших к нам и человекообразных обезьян с одной стороны кажется что но отличие грандиозные даны человек-человек обезьяна обезьяна здесь вот вы сидите как бы слушаете да если посадить здесь только же шимпонзя тут будет смертго убийства ну вообще как бы поведение совсем не то же самое однако же когда специально этологи ставили этот вопрос вентилировать и смотреть как она на самом деле то вдруг неожиданно выяснилось что если изучать людей теми же методами как изучаются обезьяны обезьян изучает теми же методами как изучают людей то есть если методы использовать одни и те же по отношению к тем и другим, то разница чудесным образом куда-то растворяется. Ее иногда довольно-таки проблематично найти. Ну, мои любимые примеры – это когда, например, Марина Львовна Бутовская, наш этолог, как бы, ну, она человека изучает, да, то есть она много лет изучала обезьян как раз, причем даже не человекообразных, а гамадрилов, в Сухуме, а потом в Адлере. И с помощью этих же самых методик изучения мордышкообразных обезьян стала изучать поведение людей. То есть выглядело это так, что есть матрица поведения, такой огромный лист бумаги, здоровенный, тогда еще компьютеров не было, как бы, нормальных. Там расчерчено все это на столбики и строчки. Индивиды, значит, формы поведения, ну, они достаточно стандартные, типа, там, бросил предмет, поднял предмет, похлопал по плечу, там, зубы оскалил, лобнулся, там, и все в таком роде. Ну, там довольно большой список, как бы, стандартных этих форм. И время, по времени отмечается, кто что сделал. Ну, там, доброе поведение, там, аффилиативное, да, агрессивное, там, 5-10-е. И она с этой матрицей расстояния, разработанной для изучения поведения павианов, вот этих самых гамадрилов, села на завалинку в деревне и стала наблюдать, как ведут себя детишки, которые играли просто на улице. Посчитала, что они там творят, и когда все это превратило во всякие там эти графики, то обнаружилось, что от поведения павианов это не отличается вообще. То есть там чистота форм поведения оказывается ровно такая же. То есть понятно, что детишки при этом что-то кричали, говорили, да, и вроде как они люди, но если посмотреть вот, как бы, из космоса, да, если инопланетяне прилетят и зафиксируют, что вот они там предмет бросили, подняли, там, похлопали, там, опять же, оскалились, от павианов не отличается никак. Так, Марина Львовна воодушевилась этим моментом и стала изучать уже всех подряд. Она, в частности, изучала бомжей в московском переходе, про это у нее целая книжка вышла. Потом она наблюдала поведение там каких-то депутатов Госдумы, это, по-моему, она не публиковала, но на лекциях рассказывала. А Дирегина, это еще другой антрополог, да, она тоже это как бы не публиковала, но ради прикола наблюдала за поведением, допустим, ученого совета биофака. То есть на заседании ученого совета биофака тоже есть поведение, его тоже можно фиксировать. И она это делала, ну, она, правда, так вот матрицу прям не заносила, это было бы слишком круто, как бы, но, тем не менее, она столько лет, как бы, этих павианов наблюдала, что ей, как бы, не сильно это было надо. И она тоже говорила, что, в принципе, когда вот там эти академики, да, там всякие членкоры, там, профессора и прочие сидят, доценты, от павианов-гамадрилов тоже ничем не отличается. Хотя, казалось бы, это заседание ученого совета, они там говорят высокие вещи, все дела, но, по сути-то, как бы, все вот эти там подчиненные положения, там, агрессивное поведение, там, такое вот воскомерное поведение, там, пятьдесятые, оно все то же самое, один в один. И, с другой стороны, если обезьян изучать теми же методами, как человека, тут тоже разница в обратную сторону пропадает. Ну, самые наглядные в этом смысле эксперименты, это когда обезьян обучают говорить. Голосовым аппаратом говорить они не могут, потому что у них гортань не так расположена, ну, чисто технически. Но можно научить разговаривать с помощью, допустим, значков. Такой вот язык еркиш есть, когда вот эти значки, это не весь набор далеко, там он гораздо больше в реальности, и форма, и цветы, там, вот эти все надписи, они к смыслу, как бы, понятия не имеют никакого отношения. То есть, какая-нибудь там загогуленка, может, значит, там, соль, например, да, или, там, поднять, там, ударить, там, небо, там, что угодно абсолютно. Там огромный их, как бы, набор, и обезьянки научаются говорить вот этими значками. Или можно научить говорить с помощью языка жестов, языка глухонемых. Вот, допустим, горилла какой-то, она не просто лапкой машет, это она вполне себе говорит. И таких говорящих обезьян довольно много. Про это можете прочитать замечательную книгу Зориной, о чем рассказали говорящие обезьяны. Она вот несколько лет назад вышла, но, в принципе, сейчас купить в магазине, наверное, сложно, но в электронном виде можно найти. И вот тут, как бы, самые такие известные эти говорящие обезьяны, но не все, на самом деле, были и другие. Еще орангутан есть, чаймик там и прочее. И они, оказывается, много о чем говорят. То есть выяснилось, что при таком раскладе обезьяны могут говорить про то, что было в прошлом, про то, что, ну, если бы декабы, там, может быть, случится в будущем, то есть некое предположение делать, да, обоснованное там более-менее, они могут ругаться, ссориться, там, вот, обзываться, шутить, обманывать. То есть все сугубо человеческие качества, которые обычно люди считают сугубо человеческими, обезьянам присущи. Но с той поправкой, что все-таки у них это немножко, как бы, так топорно выглядит, как утверждают те, кто их изучает, у них это находится на уровне примерно двух-трехлетних детей, которые вот только-только научились говорить и что-то такое вот там говорят. Ну, вот, но вполне как бы говорят. Ну, самые известные такие прецеденты, когда, например, одной горилле другая обезьяна что-то там нехорошее сделала, какую-то там любимую игрушку там кошки какую-то порвала, ну, там, плюшевую игрушку. Вот, и вот эта говорящая обезьяна на языке жестов называла вот эту, как бы, нехорошую обезьяну грязный туалет. Вот, это как бы уровень вот ругательства. А вот эта вот горилла Куко в какой-то момент разыгралась и решила пошутить. Вот, и на вот этом языке жестов, ну, я не знаю, как это там движение делается, да, но как-то она там заявила, что Куко птичка. Вот, ей исследователи говорят, Куко не птичка. Она говорит, нет, птичка. Вот, они говорят, а раз ты умеешь летать? Да, умею. Там, покажи. Ну, и когда они там 10 раз повторили, что она не птичка, она поняла, что, ну, чувство юмора у них совсем плохо, как бы, и так очень грустно, согласилась, ну, прямо вот видно, прямо на лице было, что Куко горилла, да, как бы все, ну, нас, знаете. И сама вот эта горилла Куко, ее проверяли по тесту IQ, ну, такому специфическому, конечно, варианту, понятное дело, и она оказалась по IQ, коэффициенту интеллекта, на уровне психически нормального развитого человека. То есть не психически там какого-то недоразвитого, а как бы нормального человека. А вот самый известный представитель человекообразных, в этом смысле, Канзи, он относится к виду карликовой шимпанзе, бонобо, он умеет говорить на четырех языках. Ну, вот, здесь вот есть кто-нибудь, кто говорит на четырех языках? Я не вижу. Ну, вот кто-то там ручка махнул скромненькая, ну, вот сколько тут человек, там, сто сидит, допустим, да, один человек, один процент, он умеет говорить. То есть он говорит на, как бы, ну, как говорит, общается, понятное дело, там, не голосом, на бонобьем, как бы, языке, то есть другими бонобо он там прекрасно все понимает, он там, более того, вожак группы, это уже, как бы, само себя говорит. Он понимает на слух английский язык, то есть если ему сказать, там, принеси синюю рубашку из соседней комнаты, он идет, приносит синюю рубашку. Причем у него словарный запас, там, ну, больше моего уж точно, по-английскому. Потом он в детстве еще выучил вот этот вот еркиш, вот с этими значками. Причем учили не его, а учили какую-то там самку другую, шимпанзе, которая, казалось, бестолковая, ничего не выучила, а он просто был детеныш, который рядом тусовался и, как бы, просто подсматривал, как бы, да, искосы и научился. А потом, когда ему уже в взрослом виде показывали видюшки с горелой коко, где она на этом языке, значит, жестов нам с Лени говорит, то он еще и этот язык жестов тоже освоил. Причем освоить язык жестов в исполнении гориллы, это вообще тоже как бы надо уметь. Там у нее жесты такие очень топорные, у нее пальцы-то не гнутся. И тем не менее он это сделал. И он такой вообще в своем роде гений, он научился делать там каменные орудия, единственная вообще обезьяна, которая это может делать. Ну, такие корявенькие очень, но тем не менее. Там зажигать огонь, жарить сосиски там на этом костре, там еще что-то такое. Ну, и он такой не один, вот еще раньше там лоша обучали, панбонишу, там вот этого чамика, этого орангутана, там и так далее, и так далее. По некоторым показателям такой вот психической деятельности обезьяны нас даже превосходят. Ну, вот наверху, допустим, да, элемент эксперимента, когда на экране загораются циферки, и надо их в порядке возрастания перетыкать пальцем. Причем загораются они на очень небольшое время, то есть буквально там на какую-то долю секунды, там даже не на секунду. Вот я, когда вот это все смотрю, я даже не успеваю понять вообще, где какие цифры. А шимпанзе успевает их вот так вот перетыкать. Ну, вот, то есть у нее и скорость соображения, и скорость движения тоже как бы невероятная совершенно. Ну, посмотрите, видюшки есть, она прям там так вспыхивает, она там чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть, и как бы безошибочно практически это делает. Ну, вот, люди так не могут. Более того, оказалось, что, ну, а, собственно, на сравнении вот того и другого становится ясно, как бы, чем мы все-таки отличаемся, да? То есть, как бы, вот я пока говорил, что чем не отличаемся, а чем отличие есть. Выяснилось, например, что обезьяны, они до некоторого возраста гораздо самостоятельнее, они гораздо креативнее, то, что называется, они лучше придумывают. Но гораздо меньше склонны доверять и учиться. То есть, они на своем личном опыте это воспринимают. Самый лучший пример – эксперимент с детенышами. Когда берется детеныш-шимпанзе, ребенок человеческий, да, ну, там, сопоставимого как бы психического уровня, ну, вот, им предоставляется такая коробка, в которой есть много каких-то рычажков, дверец там всякой такой фигни, а внутри лежит конфетка. И экспериментатор показывает, что надо вот здесь там что-то повернуть, здесь открыть, здесь там какую-то защелочку там тоже там приподнять. Ну, вот, потом открывается дверца и достаешь конфетку. Но прикол заключается в том, что большинство вот этих телодвижений на самом деле не нужны. Можно просто открыть дверцу и достать конфетку. Ну, вот, шимпанзенок, он, ну, учится это делать, значит, всю эту последовательность, она там довольно длинная, значит, но довольно быстро он начинает проверять, а как можно еще, и довольно быстро доходит до того, что можно просто открыть и достать. Вот, и не париться. А ребенок, он лучше запоминает на самом деле, он меньше склонен экспериментировать, он так повторяет как бы все то же самое, насколько как бы способен. Вот, и даже более того, если другой экспериментатор подойдет и скажет, знаешь, вообще-то тут можно вот это все не делать, а просто открыть и достать. Некоторые дети говорят, нет, а мне дядя сказал, что надо вот здесь повернуть. Вот, и продолжает делать вот эту последовательность бессмысленную. Вот, так что вывод из этого такой, что человек гораздо зануднее. Человек лучше учится, ну, в частности, это выражается в том, что у людей прямо там с раннего детства прекрасное происходит понимание указующего жеста. И дети сами показывают, и когда им что-то показываешь, тоже понимают. Ну, там, совсем маленькие, конечно, нет, но уже где-то в полугода вполне они это осваивают. Вот, а обезьяны практически никогда это не осваивают. Даже взрослые там крайне редко, они как бы понимают, что если им показывают, если им что-то показывают, они смотрят на палец, как бы, они не туда. Ну, вот, то есть, есть прецеденты, когда они сами показывали и понимали, но это скорее исключение. Вот, а люди это прямо с раннего детства осваивают на ура. Человек гораздо склонен учить сам по себе. То есть, если обезьяны, например, учатся чему-то, то они там, не знаю, ну, колят орехи камнями, например, да, стучат булыжником там по какому-нибудь ореху. Но самка просто это как бы делает для себя, а шампанзенок смотрит, как она это делает, и может там коряво повторять. Ну, и обычно у него куча времени на это уходит, там, не знаю, года два, допустим, да, чтобы научиться от камнями, ореха разбивать камнем. А ребенку показывают целенаправленно. У нас есть целенаправленное обучение, и вот как бы вот так надо делать. И ребенок, соответственно, быстрее выучивается. То есть, человек склонен обучать, склонен учиться, и у него на это много времени уходит. А с другой стороны, человек склонен доверять. В этом как бы есть и минус определенный. Потому что обычно в стандартной ситуации учат чему-то хорошему. То есть, да, ну, родители, они хотят, чтобы ребенку все было хорошо, и учат ему все может хорошему. И в стандартной ситуации это работает. То есть, вот так надо бить орехи, так надо там, не знаю, термитов ловить, так там какую-нибудь кожуру там сдирать с банана. Но если вдруг ребенка начинают учить чему-то плохому, он с тем же самым занудством и упорством учится этому плохому. И потом его обратно не переубедишь никак. Поэтому не учите ничему плохому. А плохому ведь можно учить целенаправленно. Ну, целенаправленно обычно этого не происходит, потому что нафига родителям это надо. Обычно все-таки доступ к ребенку-то родители имеют. Но можно и нецеленаправленно. Отсюда вырастают какие-нибудь там суеверия, допустим. Если сам взрослый как бы искренне верит, что там, не знаю, черная кошка там это в беде, и ребенок это говорит, ребенок это запоминает, и потом всю жизнь будет повторять. Ну, так что многие такие вот как бы ошибки восприятия и там какие-то ошибочные умозаключения, они у человека могут транслироваться там до бесконечности потом. Ну, вот это становится какой-то там культурной традицией. А у шимпанзе вероятность такого как бы не сильно велика. Тоже как бы она не исключена, она тоже есть, но гораздо меньше, потому что они гораздо расхлябаннее, они менее усидчивы, они быстрее все забывают, переключаются у них внимания, и как бы и забыли, и бог с ним. Ну, вот, так что человек гораздо обучабельнее, но менее конструктивен, и менее вот как бы меньше изобретает, больше склонен доверять другим. И в этом наша как бы особенность. То есть мы усидчивые, мы упорные, ну, вот вы сидите, да, еще там час или там сколько-то готовы сидеть. Обезьяны так не могут. Вот, в этом отличие. Ну, естественно, это не единственное отличие, но такие, по крайней мере, одни из ключевых. Если посмотреть, как наш разум вообще появился, откуда у нас вот эти все фишки как бы возникли, то, ну, как бы палеонтологическая такая сторона. Для начала, примерно 65 миллионов лет назад, наши предки, в частности, вот Пургаториус, самый древнеизвестный, прыгали по верхушкам деревьев под тонким веткам. Потому что в это время 65 миллионов лет, ну, 66 даже, исчезли динозавры. Наши предки уже к этому моменту были древесные, были уже цветковые растения, в принципе, леса там от современных тропических не особо отличались, и они здорово там скакали. Вот, но в это же примерно время, или там чуть попозже, появляются, в частности, ночные хищники, совы, и другие млекопитающие, которые тоже лазали по деревьям. Поэтому нашим предкам, во-первых, пришлось переходить на дневной образ жизни. В мезозои они вели в основном ночной, потому что от динозавров надо было прятаться, да. А тут, как бы, стали переходить дневной, потому что хищников уже днем нет, а ночью есть, как бы, неприятно, когда тебя едят. Соответственно, дневной образ жизни включил, как бы, новые, как бы, стороны восприятия. В частности, упор по органам чувств стал делаться на зрение, потому что днем просто видно, да, а по запаху или, там, по осязанию, ну, вообще прыгать куда-то вдаль, это, как бы, не очень здорово на дереве. Вот, а они жили на деревьях и питались там всем подряд. Вот, то есть, жрали все, что было съедобного, что мы знаем по их зубам. Ну, а, кстати, а то, что прыгали, знаем по конечностям, потому что они тоже найдены. И вот эти две вещи дали половину наших признаков, половину наших черт. Быстрое скакание на большое расстояние привело к развитию мозга активному, потому что, ну, надо быстро просчитывать расстояние, скорость, там, да, направление, там, ветра, я не знаю, пятое-десятое. Ну, вот, а питание всем подряд дало, опять же, скорость соображения и переход с инстинктивного и рефлекторного поведения на обучение, вот то самое, которого мы достигли уже в предельном состоянии. То есть, если животное питается как-то узко специализированно, у него в инстинкте это прописано, да, надо жать муравьев там у муравьеда, да, он чувствует запах муравьев, копая землю, лижет муравьев, все, как бы, да, на этом идея кончается. А если наши предки питаются всем подряд, то есть, сегодня муравьями, завтра фруктами, послезавтра, там, не знаю, тараканами, послезавтра мясом, послезавтра, там, нектаром каким-нибудь, там, еще чем-нибудь таким, толсмолой деревьев, то прописать все это в головешке, а у них мозга был один грамм, нереально. Вот, поэтому проще научиться сиюминутно вот то, что сейчас в данный конкретный момент, как бы, больше, да, тому и научиться. А чтобы научиться, хорошо бы иметь не сильно много детенышей, но чтобы они жили подольше и чтобы они между собой общались, ну, чтобы они обменивались этим самым опытом. Понятно, что у Пургаториуса все это было в супер-мегазачаточном состоянии, но уже, как бы, начиналось, по крайней мере. И, соответственно, если рождается один детеныш, вместо, скажем, десяти, да, как у крысы какого-нибудь, то у него уже больше будет мозга, как бы, он сам будет крупнее, просто банально. Если у него длинное детство, есть время, чтобы ему это в голову, как бы, закачать вот это все обучение. И если еще они к тому же общаются между собой, то они чему-то хорошему научат. В то время, 65 миллионов лет назад, это только началось в самом таком самом исполнении, а чем дальше, тем больше. И человек – это просто пик вот этой тенденции, которая вот весь кайнозой развивалась. То есть мы просто предельное состояние особенностей, которые заложились еще в самом начале кайнозоя, даже еще в конце мезозоя. А в последующем, уже ближе к современности, между 15 и 7 примерно миллионами лет назад, ну, опять же, там не строгие цифры, там плюс-минус туда-сюда, в Африке было похолодание, леса тропические стали исчезать, и некоторые из приматов исчезли, некоторые остались в лесах, вот эти горелые шимпанзе так там и живут, а некоторым пришлось выйти в саванну. Ну, там было еще много всяких особенностей, как бы я не о всем сейчас буду говорить, но они стали для начала двуногими, и следующие несколько миллионов лет это были такие, по сути, просто двуногие человекообразные обезьяны, астралопитеки. А примерно 2,5 миллиона лет назад произошел следующий цикл похолодания и саваннизации, остальные вот эти густые заросли исчезли, при этом были гигантские павианы, гелады, которые были нашими мощнейшими конкурентами, которые извели большую часть видов астралопитеков, которые тогда жили, а с другой стороны вымерло огромное количество копытных животных, а вслед за ними крупных хищников, что позволило, избегая конкуренции с гигантскими павианами, уйти в экологическую нишу хищников и падальщиков. Ну, мы не стали окончательно хищниками и падальщиками, благо до этого мы уже были всеядными, да, и жрали все подряд, но стали есть больше мяса. А когда стали есть больше мяса, это потребовало изготовления орудий труда, и, опять же, гораздо лучшего соображения, потому что, ну, охотиться сложнее, чем, там, где-нибудь фрукты трясти, там, с какой-нибудь, там, пальмы. Ну, вот, соответственно, это был еще один рывок, который привел к преодолению, так называемого, мозгового рубикона. Мозговый рубикон – это размер мозга примерно 700-800-900 грамм, который, собственно, отличает обезьян от нас, австралопитеков, которые не делали орудия, от хомохабелисов, которые делали орудия, и современных микроэцефалов, то есть, людей с патологически маленьким мозгом, вот, обычных нормальных людей. И вот это, как бы, последний, как бы, этап, да, когда наши мозги, вот, стали уже практически человеческими. Ну, потом еще они, там, догонялись до кондиции, то есть, это еще такое самое такое начало, по сути, как бы, вот, этой энцефализации. Но за последние, там, 2 миллиона лет до ума все это было доведено. Вот. А по пути все это обеспечивалось еще многими особенностями, которые тоже скобы человеческие. Например, редукция клыков. То есть, у нас, конечно, зубы не исчезли, да, часто звучит, что у человека, там, редуцированные клыки. То есть, надо понимать, что они все равно есть. И у меня, вот, клык даже больше соседних зубов. Я в этом смысле еще, как бы, немножко про консул. Вот, но, тем не менее, по сравнению с другими обезьянами, ну, большинством, там, кроме руконожки какой-нибудь, у человека реально клыки маленькие. И чаще за уровень остальных зубов особо не выступают. А размер клыков – это среди приматов шикарнейший маркер агрессивности. Потому что приматы все-таки в большинстве своем мяса-то особо не едят. Ну, там, насекомых каких-нибудь разве что. И они, как бы, не хищны. Большие клыки им особо не нужны. А нужны они, ну, как они, тем не менее, есть большие. Нужны для демонстрации своего богатого внутреннего мира духовного. То есть, выглядит это так, что большой самец какой-нибудь, да, там, альфа-самец сидит на видном месте, вот так вот подбольщинившись, и скалит зубы. И никто получить, понятно, не хочет. Вот, смотря на его зубы все, мирные, спокойные. То есть, демонстрационная агрессия большая, а контактная почти отсутствует. Ну, то есть, как бы, вход в это дело не пускается почти никогда. Ну, там, за исключениями. Ну, хотя, по итогу, все равно, основная смертность среди самцов, скажем, у тех же павианов, за счет убийств со стороны других самцов. Ну, вот, ну, это бывает редко. Все-таки живут они довольно долго. Ну, вот, то есть, они дерутся редко, но метко. Ну, вот. И в основном эти большие кулаки служат просто для демонстрации. Если посмотреть, как это развивалось, то тут у проконсулов, которые жили там примерно вот эти 15-18 миллионов лет назад, как раз вот когда они там начинали вылезать из лесов, да, у них кулаки довольно крупные, но не сказать, что прямо уж совсем гигантские. В последующем в нашей линии, вот через австралопитеков, эти кулаки резко уменьшились. Это говорит о том, что наши предки стали гораздо более социальными. Они стали добрее, стали меньше драться. Уровень межсамцовой агрессии снизился, внутригрупповой агрессии снизился, ну, и межгрупповой, наверное, тоже снизился. Ну, вот. А, соответственно, в качестве компенсации вот этой вот впечатляемости, да, как бы повысилась роль жестикуляции. Я вот ручками размахиваю мимики и речи. Ну, понятно, что не сразу и не вдруг, это там много времени еще заняло, но, тем не менее, как бы вот это дало плачок развитию всего этого дела. А у наших родственников, например, вот шимпанзе, размеры кулаков увеличились на самом-то деле. То есть, если мы будем сравнивать проконсула с нашей линией, из линии шимпанзе, то у шимпанзе кулаки стали больше, чем были. И в этом смысле шимпанзе прогрессивнее нас, на самом деле, с этими своими огромными кулаками. То есть, если взять по модулю, ну, надеюсь, вы знаете, что такое модуль, как бы, да, это в каком-то пятом шли-классе проходит. Ну, вот, разницу размеров кулаков проконсула и шимпанзе, проконсула и нас, то у проконсула модуль этот больше получается. То есть, у шимпанзе, в смысле, у шимпанзе, разница больше. То есть, у них очень сильно выросли, а у нас чуть-чуть уменьшились. И поскольку за прогрессивность мы берем не конкретное состояние, а именно масштаб изменения, то шимпанзе прогрессивнее нас оказывается. Хотя часто представляется, что вот они же обезьяны. Но это не единственный такой признак, который у нас, строго говоря, ну, конечно, по сравнению с проконсулом что-то поменялось, но как-то так не очень. То же самое можно сказать про форму зубной дуги. Ну, вот видно, что у проконсула она такая более-менее дугообразная, но все-таки вот с углами в виде клыков. И у нас она немножечко еще сгладилась, ну, стала чуть более округлая. А у шимпанзе она стала намного более квадратная. То есть, опять же, форма зубной дуги у шимпанзе поменялась намного сильнее. Вот это не только зубов касается, еще много чего. Но, тем не менее, вот эти маленькие клыки – это наша фишка, как бы, человеческая. И, да, если, так, возвращаясь назад, если говорить про то, ну, что такое человек, да, то, в частности, человек – это прямоходящая человекообразная обезьяна с маленькими клыками. Это тоже такое, возможно, определение вполне себе. И тогда, если так рассуждать, человек возник где-то в интервале, там, от 7 миллионов лет назад, ну, и там, в ходе до современности, как бы, вот они уменьшаются. Ну, когда-нибудь, может, и исчезнуть, но пока до этого не дошло. Если человека доконать, он начинает клыки использовать прямо по назначению, тоже скалится, там, не хуже макаки, как бы, по полной программе. И, более того, сама улыбка, да, ну, опять же, вот я, чтобы не отыкать, появление, как бы, вот, улыбки – это все тот же самый процесс. То есть, как это работает? Что, если вдруг случается что-то неожиданное, то, скорее всего, оно опасное, само собой, да, оно хорошее неожиданное не бывает. Поэтому надо первым делом это дело отпугнуть. Как отпугнуть? Оскалить кулаки, да, и громко заорать. И человек, в скорости, собственно, открывает рот, и начинает, как бы, звук из себя истрогать. Вот, но в последующем, возможно, два варианта развития событий. Ну, мозг очень быстро соображает при этом, он и большой. Вот, если вот эта фигня, которая случилась, действительно опасная, то звук продолжается непрерывный, там, как бы, да, и рот открывается в основном по углам, обнажая вот эти самые типа клыки. Ну, они у нас, как бы, не очень, но зато голос громкий. Вот, а если эта штука не опасная, и это быстро, как бы, сообразилось, то звук получается прерывистый, ха-ха-ха, вот, и рот растягивается в ширину, вот, и тогда это уже улыбка. То есть начальные движения крика ужаса и улыбки, они совершенно одинаковые. Это там проверяли активность мышц, там вот эти вот голосовые движения, там, гортани и так далее, там одно и то же. А продолжение различается. Вот, и смех и улыбка – это продолжение, вот, того же самого поведения демонстрационного. Значит, другой комплекс, который нас отличает, это прямохождение. Вот, ну, это прямо такой вот начинается комплекс гоминидной триады, так называемой. Приматы передвигаются очень по-разному, на самом деле, там куча есть версий. И некоторые из них, ну, и большинство, собственно, передвигаются так иначе на четвереньках. Как по деревьям, так и по земле. Вот, например, мартышкообразные обезьяны, ну, вот макак в частности, да, они как по деревьям бегали, вот, так те, которые спустились на землю, там некоторые мартышки есть такие, какие-нибудь там, мартышки-гусары, зеленые мартышки, павианы, они и по земле также в точности бегают на четвереньках. В общем, с опорой на ладонь, как бы ладонь хождением, все по полной программе. Вот, наши предки освоили несколько разных вариантов. Первые, человекообразные, вот те самые проконсулы, они также в точности бегали, как эти макаки, ну, они размером были такие же, у них все то же самое. Но в последующем, примерно, около, там, 10 миллионов лет назад, плюс-минус, там, они перешли к так называемому вертикальному лазанью. Когда зверюшка становится достаточно широкой, ну, весом, там, 5 килограмм, 10 килограмм, 15 килограмм, а они, там, и до 60 были, вот, то ходить на четвереньках с опорой вот так вот на ладонь по тонким веткам, ну, какая бы она там ни была шириной, да, это уже, как бы, неудобно. Можно, как бы, перевесить и шмякнуть куда-нибудь там вбок. Ну, вот, поэтому развивается вот эта самая вертикальная лазанья, которая предполагает хождение по этим всем ветвям на двух ногах, ну, стопа хватательная, как бы, она хватается, а ручками придерживаются за все, что вокруг есть. Ну, поскольку это на деревьях, там веток всегда хватает, как бы, можно за счет этого цепицы. И, в принципе, вот, какие-нибудь там шимпанзе, гориллы, орангутаны, они примерно на этом уровне сейчас и находятся. То есть они вот этим вертикальным лазанем так и занимаются. Ну, вот он в такой, в общем, более-менее классической позе, как бы, на ножках стоит, да, ручками держится. Но в последующем некоторые обезьяны эту формулу передвижения довели до совершенства на деревьях, чему, примером, гиббоны, например, которые перешли аж на к брахиации. Брахиация – это когда передвижение с помощью только рук, когда ноги могут вообще не использоваться. Ну, здесь он еще использует, как бы, да, а дальше начинается уже просто перекидывание руками себя по веткам, и ноги вообще, как бы, не сильно-то нужны. И такая форма поведения, такой образ жизни, он более прогрессивный, чем наш. То есть их строение руки и ноги, и позвоночника, и там всего остального больше отличается от проконсула, чем наше строение. Вот, и в этом смысле гиббоны гораздо более прогрессивные, чем мы. Вот, но наши предки в некоторый момент стали ходить по земле. А поскольку на ветвях они уже до этого несколько миллионов лет передвигались более-менее, как бы, с вертикальным телом, вот, то и все строение внутренних органов было заточено уже под вертикальный позвоночник. Вот, и рука оказалась уже настолько цеплятельной, да, и неопорной, то есть они уже на нее практически никогда не опирались, что по земле ходить с опорой на ладони они уже не могли. Поэтому, собственно, современные гориллы-шимпанзе, и орангутаны, в общем-то, тоже, когда идут по земле, они опираются на кулак, вот, на согнутые пальцы. Там, гориллы-эти орангутаны вообще как-то вот на бок кулака очень как-то странно опираются. Вот, потому что они уже не могут пальцы так выпрямить, они у них намного более кривые. И в этом смысле строение кисти и орангутанов, и гориллы-шимпанзе гораздо более прогрессивные, чем наши. То есть наша кисть сохранила особенности проконсула, того самого, а у гориллы-шимпанзе, она уже настолько вот крючкообразная для сцепления за ветки, ну, и у гиббона я вообще молчу, что это нас переплюнули уже там на порядок. То есть, ну, вот по земле они так вот неудобно корячатся. А наши предки окончательно освоили хождение на двух ногах. Ну, где-то около 7 миллионов лет назад это вот так более-менее началось. Ну, или там продолжалось, как бы, по крайней мере, там первые такие находки есть. А где-то к 4 миллионам лет они стали ходить нормально на двух ногах. То есть, опять же, что есть человек, да, и когда он возник, тут в зависимости от того, как начало считать процесса, конец. То есть, примерно 3 миллиона лет наши предки, а на самом деле, может быть, и раньше они начали, учились вставать на две ноги. И потом 4 миллиона лет уже, как бы, ходят на двух ногах. То есть, примерно половину времени из прямохождения они только учились это делать. Поэтому, если вы где-то читаете или слышите, что там предок слез с дерева и пошел по саванне, вот, это не было так, чтобы прям какая-то конкретная обезьяна прям слезла и пошла на двух ногах. Вот, это 3 миллиона лет. Вот, ну, на досуге досчитайте до миллиона, как бы, и потом еще 2 раза так же. Ну, как бы, если вот, как бы, один, да, это, как бы, год. Вот, ну, как бы, это огромный промежуток времени. Ну, и по пути, естественно, там много-много чего поменялось. Строение, там, ноги, позвоночника, основания черепа, внутренних органов, сердца, там, кровеносных сосудов, там, 5-го, 10-го, там, прикрепление почек, я не знаю, там, печени, подвешивание, там, все что угодно. Вот, но вообще, как бы, не только человек прямохадящий. И вот обезьяны тоже могут, в принципе, ну, только это другое дело, что они от этого не зависят. А мы уже зависим. Вот, ну, тоже еще не до конца у нас все совершенно. Ну, учитывая, сколько люди, там, вывихивают ноги вот сейчас, там, да, в каждом травмпункте страны, прямо в режиме реального времени. Ну, сейчас уже головолед немножко подрастает, а вот еще, там, утром сегодня был. И сколько людей, там, падает, да, сколько, там, всяких проблем, там, с позвоночником имеет, с коленными суставами, там, с лодыжками. Вот, это явно говорит о том, что у человека прямохождение еще далеко не совершенное. Там, плоскостопие тоже самое, там, масса-масса всяких сложностей. Ну, и, как бы, про все это мы знаем благодаря находкам. Вот тот самый проконсул, который еще такой вполне ладониходящий, стопоходящий, да. Вот, а вот этот ардипитек, который 4,5 миллиона лет назад, который ровно пополам между четверногим и прямохождящим. То есть пропорции конечностей у него еще, по сути, обезьянские. То есть руки-ноги одинаковой длины. И кисть у него древолазательная вполне себе. Таз ровно пополам, как бы, от обезьяны к человеку. А строение стопы практически еще лучше. То есть, с одной стороны, большой палец противопоставлен остальным и совершенно хватательный. Совершенно сто процентов, вот, как бы, чтобы заветко степляться, как у обезьяны, как у нас на руках. А с другой стороны, в той же самой стопе, есть продольные поперечные своды, которые сто процентов однозначно нужны исключительно и только для прямохождения. И получается, что этот самый ордипитек мог ходить и по земле, и по деревьям на четвереньках, и по земле на четвереньках, и по земле на двух ногах. И, в общем, как угодно. И в каком-то смысле нам повезло, что предки все-таки стали ходить таки на двух ногах. А состояние ордипитека могли вообще и по-другому. И тогда бы до сих пор они там где-то бегали на четвереньках, ну, что-то типа современных павианов, да. Были бы еще-таки человекообразные там в саванне, а может, и вымерли бы с концами. Так что, ну, некоторое такое эволюционное везение тоже есть. Но они не особо могли встать на четвереньки, потому что, я говорю, предыдущие несколько миллионов лет вот этого вертикального лазания уже переформатировали весь организм так, что встать на четвереньки им было сложнее, чем выпрямиться на двух ногах. Ну, плюс еще там было много-много всех других вещей, про которые я сейчас говорить не стану, потому что иначе я до лета буду рассказывать. Ну, один из элементов вот этого вот прямохождения – это строение таза. Ну, вот если посмотреть на строение таза у проконсула, он такой длинный, узкий, и у шампанзе они, в принципе, такой же, и подвздошные кости так вбок расширены, чтобы пузико было большое, чтобы кушать хорошо. А у ордипитека у него таз квадратный практически, то есть длина и ширина, они одинаковые. А начиная с австралопитеков, таз низкий и широкий – это уже наше строение. То есть сама ориентация тела меняется, получается вертикальным. Если раньше тазовые кости лежали вдоль позвоночника горизонтально, сверху, и пузико висело внизу, и можно было отращивать, сколько влезет, то теперь уже тазовые кости – это чаша, в которой лежат внутренние органы, и уже и пузико как бы такой больше не отрастишь. Некоторые проблемы с рождением детей начинаются на самом деле. Ну, правда, у австралопитеков еще не сильно было сложно, потому что у них там головышки маленькие были. А дальше эти сложности усиливались, но, в принципе, конфигурация таза не особо уже менялась. Но, что чудесно, с того момента, когда мы стали есть больше мяса, и особенно, когда мы стали еще к тому же использовать огонь, то таз у нас даже сузился. То есть в каком-то смысле мы чуть ближе к ордипитеку, чем австралопитека фарский, который как бы из этого ордипитека возник на самом деле. Потому что австралопитеки ели растительную пищу, у них был очень широкий таз, а мы теперь едим мясо еще и приготовленное, и поэтому у нас тост сузился обратно. То есть мы в каком-то смысле по форме таза немножечко вернулись назад. Но на самом деле не строго назад, а как такой финт ушами как бы. Ну, эволюция, она иногда вот такой по какой-то хитрой спирали идет. Стопа, ну, тоже, что я говорил, да, только крупным планом. У проконсула и шимпанзе совершенно хватательные, большой палец противопоставлен. У ордипитека большой палец противопоставлен не хуже, но есть продольные поперечные своды. Ну, на этой картинке это не очевидно, но тем не менее. Некоторое время у остромопитеков на самом деле вот эта оттопыренность большого пальца вполне себе сохранялась. А иногда, кстати, своды пропадали. Вот, допустим, у Деремеды, у него продольного свода, в общем-то, нет. То есть, прямохождение на первых этапах его формирования было неоднозначно полезным. И некоторые формы могли обратно становиться какими-то там четвероногими, древесными там и так далее. Но про Деремеду мы не сильно знаем. А вот начиная уже с хомо, там уже все, прямохождение по полной программе, там уже стопа наши. То есть, если смотреть по стопе, то человек, ну, где-то порядка двух миллионов лет назад появился. Следующий элемент нашей вот такой гоминидной триады – это трудовая кисть. То есть, это кисть, которая приспособлена к изготовлению орудий труда. Потому что можно использовать орудия труда. Этим занимаются там и вороны какие-нибудь, и бобры, и там много кто еще, да. Ну, клювом там, любой попугай, вам что угодно сделать. Но у них эти органы, они не приспособлены специально для этой цели. То есть, в принципе, это как бы такие универсальные органы. А наша кисть, в отличие от того же самого шимпанзе, например, да, ну, вот это шимпанзе, это австралопитек, а это человек. Ну, вот, так вот, наша кисть, она заточена под именно изготовление орудий труда, которые, в свою очередь, приспособлены для изготовления других орудий труда. Ну, вообще, что считать орудием, как бы, есть разные представления. Но вот мне нравится такое определение, что орудие, настоящее такое true орудие, это то, которое сделано другим орудием. Ну, вот, то есть, есть специальное орудие для изготовления других орудий. Это демагогия в своем роде, но зато она позволяет отграничить человека от нечеловека Потому что какие-то штуки использует много кто Вороны, палочки, чтобы червячков доставать И это отражается в строении кисти То есть у нас для начала, начиная уже с астралопитеков, большой-большой палец То есть первый наш палец, он длинный У шимпанзе он коротенький совсем, как видите Вот эти пясные кости, это ладонь И у них большой палец даже до начала указательного пальца не достает И большой палец у них не может так здорово противопоставляться остальным То есть она не может вот так вот сделать шимпанзе У нее длины большой пальца просто не хватит А потом наша кисть широкая на самом деле У шимпанзе она такая узкая-длинная, чтобы цепляться за ветки И очень такая кривая А она широкая и плоская И пальцы у нас прямые То есть шимпанзе даже в максимально выпрямленном состоянии кисти У нее все равно пальчики согнутые Они все время немножечко сключены Потому что каждая отдельная косточка, она кривая на самом деле И когда она максимально выпрямлена, все равно пальцы согнутые Получается, чтобы крючок был А у нас прямые пальцы У нас концевые фаланги Короткие и расширенные Самые как бы дистальные вот эти вот широкие Чтобы что-то держать И чтобы у нас из руки это не вываливалось Ну еще там всякие есть нюансы Типа там силовидного сустава Первые пясные кости и кости трапеции Вот здесь вот И шиловидного отростка Третьей пясной кости Вот это вот место Которое не позволяет нашему Нашей третьей пясной кости Среднему пальцу слишком сильно болтаться У обезьян задача Ну вот здесь вот видно прекрасно Тут все плоское Никаких там этих заклинивающих отростков нет У них задача кистью двигать в сторону Очень хорошо Чтобы с ветки на ветку перекидываться И чтобы кисть гуляла туда-сюда Ну вот Ну она и узкая И вот такие как бы суставщики там Которые приспособлены А наша задача Что-то держать Ну допустим чоппер какой-нибудь Да там отбойник что-нибудь такое Твердое каменное И чтобы у нас никуда рука не гуляла Ни вправо, ни влево, ни векляло Чтобы мы ее не вывихнули Потому что когда делаешь орудие Ну там нагрузка-то большая Вот и особенно третий палец Который средний Да он должен быть прямой линии То есть понятно, что он там немножко двигается Но очень слабо по сравнению с обезьяной И все вот эти вот особенности Сами вам в отдельности как бы по себе Формировались сильно не в одинаковое время То есть общие пропорции кисти Сложились уже Три миллиона с половиной примерно Миллиона лет назад А Окончательно весь трудовой комплекс Ну вернее так Начал складываться трудовой комплекс Примерно три миллиона лет назад Там три, два с половиной А окончательно сложился Миллион четыреста тысяч лет назад При том, что самые древние каменные орудия Имеют возраст Два миллиона шестьсот тысяч лет назад Ну вот, то есть получается Что наша кисть исходно Становилась такой вот Более-менее трудовой Просто автоматически Потому что мы слезли с дерева Да, и она перестала быть хватательной Потом, соответственно, стали Что-то такое делать на земле Но как-то так Нецеленаправленно от этого не зависели Два с половиной миллиона лет назад Ну, два и шесть даже Стали делать орудия труда Ну, еще такими кривыми ручками Которые как бы к этому Не особо были приспособлены И в принципе, как бы могли делать орудия Могли не делать орудия Ну, как бы не особо зависели Но те, кто все-таки делали орудия И делали это лучше, чем другие Чуть-чуть выживали лучше То есть иногда По крайней мере, да Там лучше детишки там кормились Выживали И понадобился еще больше миллиона лет Миллион двести тысяч лет Это на всякий случай гигантское время То есть это примерно столько же Сколько столько времени до нас прошло Да На то, чтобы вот этот самый отбор Создал окончательно трудовую кисть И вот где-то миллион четыреста тысяч лет Мы существуем уже с такой нормальной трудовой кистью Ну, хотя еще там полглама Она где-то там дотесывалась Понемножечку и дальше Ну, не исключено, что она еще дальше будет дотесываться Ну, часто вот спрашивают Да, что там будет дальше Ну, если, например, в будущем Выживаемость потомства И там личного благосостояния Ну, главным образом передача генов Будет зависеть от того, с какой скоростью Там мы будем тыкать по планшетику, допустим, пальчиками Да То там особо длиннопальцевые Как бы длиннопалые Получат преимущество Будут со страшной силой плодиться Потому что будут зарабатывать безумные деньги И как бы выиграют эволюционную гонку Вот, правда, я что-то сомневаюсь Потому что, ну, я что-то сильно не уверен Что те, кто много тычут в планшетике Как-то особо активно плодятся Так что, что там будет дальше Как бы вопрос Вот Ну, замечательно, что Наша кисть Вот этот самый трудовой комплекс приобретала А в то же самое время У человекообразных обезьян Она приобретала другие комплексы На самом деле Ну, вот это рука Рангутана в данном случае И она эволюционировала тоже То есть кисть современность Человекообразных обезьян Это не то же самое, что было у проконсулов 15 миллионов лет назад Или там 20 миллионов лет назад То есть она по-своему тоже менялась Вот у них этот комплекс с опорой на фаланге возник Там 5-10-е То есть там пропорции поменялись довольно основательно И по многим из этих параметров Кисть того же самого Рангутана Более продвинутая, чем наша А наша во многом сохранила пропорции Именно еще такие проконсуловые Ну, что, собственно, видно на этой картиночке Вот проконсул Да, вот шимпанзе Ордипитек, который как бы ни то ни сё Австромопитеки тоже Которые как бы по пропорции вроде мы А трудового комплекса там вообще-то нет И орудия труда они каменных, по крайней мере, не делали Ни в каком виде У хабелесов часть трудового комплекса есть А части нет Ну, это вот там тоже хомона на леде У него там шаловидного отростка никакого нет На третьей пястной кости А миллион четыреста тысяч лет Вот, и скажите, вот там хомоэргастер У него уже есть шаловидный отросток на третьей пястной Это всё как бы завершение трудового комплекса Ну и дальше уже там всякие Гильдбергенцы, Неандертальцы, Сапиенс Это там вариация на тему уже современности Дальше, стало быть Третий большой комплекс Нашей гоминидной триады Это мозги Мозги эволюционировали Неоднородно, прямо скажем То есть, если посмотреть ископаемых То вот они как-то там менялись У всяких там обезьянов, стрелопитеков Но, тут заметьте, шкала логарифмическая То есть, вот это вниз, это 20 миллионов лет А вот это миллион лет То есть, здесь помещается 19, а там 1 И вот этот обезьян до стрелопитеков Прирост, конечно, был у мозгов Но как-то так очень вяленько он там происходил Ну, если это вытянуть по вертикали Как бы в нормальном масштабе Там вообще как бы ни о чём А примерно 2,5 миллиона лет назад Вот эти вот квадратики, да, зелёненькие в красных рамочках Это первое хомо И, как видите, рост мозга резко усилился Это время, когда как раз появляется первое орудие труда Наши предки начинают есть мясо Переходят в режим такого вот охотника И мозги начинают со страшной силой перить Как бы, да То есть, челюсти с зубами уменьшаются Мозги увеличиваются И это продолжается на протяжении многих-многих Как бы сотен тысяч лет Вплоть до первых кроманьонцев Которые вот там 25 тысяч лет назад Ну, там есть такой выплеск в бок Это хоббиты флорезки Это как бы отдельный вид, там бог с ним А вот эти вот ромбики такие Это первые сапиенсы И самое вот такое максимальное значение Там вот несколько индивидов Ну, каждый вот этот значок Это отдельный череп Это конкретный мозг даже более того У первых сапиенсов Максимальные размеры где-то 1500 грамм В среднем А максимум там вообще 1800 И последние вот эти 25 тысяч лет Мозги, как видите, у нас уменьшаются Причем здесь шкала логарифмическая А если ее сделать как бы прямую, настоящую И посчитать изменение мозга в граммах на тысячи лет Ну, там, в каких-то дробях это все будет То получается, что мы за эти 2,5 миллиона лет Очень быстро наращивали мозги А за последние 25 тысяч лет Намного быстрее теряем мозги То есть у нас сейчас потеря мозга Происходит гораздо быстрейшими темпами Нежели приобретение за предыдущие 2,5 миллиона лет То есть все, что нажито непосильным трудом Нашими предками Ужаснейшим отбором В окружении соблюзубых тигров Мы сейчас со страшной силой продолбываем И к чему это приведет? Большой вопрос Ну, там вот у нас современный разброс Это верхние значения Он довольно-таки большой Бывают шибко большие мозги Бывают шибко маленькие Но в среднем у нас сейчас где-то 1350 Ну, если такая средняя по больнице Как бы по всему человечеству А было 1500 Это за 25 тысяч лет каких-то Так что Развитие мозга Но это только размер, понятное дело А вот если в прямой шкале Если вот такая нормальная То это еще вот видно, что Прямо моментально мозги наросли То есть ничего не происходило А потом бац и наросли Это как бы чудо Но Понятно, что Не только размером Как бы мозги важны А вообще-то Менялась еще и Менялась форма Этого самого мозга То есть Менялись доли И если разложить По конкретным Как бы отделам То мы увидим Что На первом месте По скорости изменений Была лобная доля Которая прирастала Первейшими темпами Она становилась все более-более круглой И как бы вот мы все умнели А лобная доля Занимается мышлением В самом таком Наширчайшем смысле этого слова В том числе Эстетикой Математикой Логикой Речью В какой-то смысле Ну там Частью по крайней мере И так далее И так далее Осознанием себя Волеизъявлением Хотением С такими желаниями И все такое Вторая По темпам изменения Теменная доля Теменная доля Занимается Чувствительностью Большей частью кожной Чувствительностью руки Вот когда я определяю На ощупь Что вот такая кнопочка Что это кликер Там пятьдесятые Вот И координация Разных органов Чувств между собой И координация Этих чувств С движениями То есть по сути Это трудовая деятельность И не странно Что теменная доля Она начала Активно расти У первых хомо У хабелесов А такой резкий рывок Дала примерно Четыреста тысяч лет назад У хомо Гидлебрегендецов У которых параллельно Еще там много Всяких новаций В культуре появилось Ну вот То есть в этом смысле С точки зрения теменной доли Где-то четыреста тысяч лет назад Мы стали людьми Затылочная доля Эволюционировала Так фиговенько довольно То есть вначале она росла А под конец Она как раз уменьшилась То есть вот это вот Падение мозга За последние эти двадцать пять тысяч лет Это в основном За счет затылочной доли Она занимается зрением Тут как бы трудно интерпретировать Ну как зрением Распознаванием Зрительных сигналов То есть когда мы понимаем Что мы там увидели И может быть Вот это вот Осознание увиденного У нас стало немножко хуже Чем было Там сорок скажем Тысяч лет назад Да еще есть височная доля Но она как-то там Неочевидно эволюционировала Про нее трудно сказать Она как бы более бурными темпами Чем затылочная Но она занимается слухом И в частности опять же речью Ну что в общем как бы логичное То есть она тоже довольно Буйно менялась Одна из таких специфических фишек Приматов и человека Это наше цветное зрение Ну которое прилагается Как бы к мозгам У полуобезьян Как и у большинства млекопитающих Нет восприятия красного цвета То есть они Зеленый и красный Видят в одном и том же тоне Как и у большинства собственно млекопитающих Потому что еще на протяжении Мезозоя Наши предки ныкались Где-то там по лесам В темноте Они были ночными Их гоняли динозавры И в лесной подстилке Ночью красный цвет Видеть бессмысленно Как бы да У них это дело утерялось Ну хотя у рептилий еще было И ультрафиолет еще потеряли Ну его так и не обрели А уже примерно Где-то между 40 и 30 миллионами лет назад Ну мы точно этого не знаем Но это мы примерно прикидываем По современным как бы приматам У кого есть у кого нет Снова восстановилась способность Отличать красный от зеленого Потому что Если это спелый фрукт Да А мы как раз в это время Переходим к фруктоедению Преимущественности Комоядности То его выгодно как бы Отличать Тот кто видит первый спелый фрукт Да он туда бежит И как бы наестся Если это хищник Какой-нибудь там Оранжевый леопард Который в это время как раз Ну там не леопарды Но хищники вообще в принципе Да Появляются опасные такие Для приматов То тоже его яркого как бы заметно Какая-нибудь антилопа Она не видит леопарда Какой бы он там оранжевый ни был На зеленой листве Потому что У нее черно-белое Практическое зрение И для нее леопард невидимый Ну вот Еще к тому же С пятнышками А человек таки видит И Это оказался огромный плюс Причем разные обезьяны Реализовали это не одинаково У допустим Широконосых обезьян Вот здесь такой Замечательный пример У них Цветное зрение Вот способность различать Красный и зеленый Основанное На аллельной системе То есть у них один и тот же ген Но есть два варианта Соответственно Красный и зеленый вариант И Этот ген Находится на Х-хромосоме Соответственно Самцы По определению Видят либо красный Либо зеленый Но соответственно Они дальтоники Как бы Они два цвета Не различают в любом случае А самки Некоторые тоже дальтоники У которых на двух иксах Одинаковая аллель Как бы Два зеленых Или два красных А некоторые Особо одаренные самки Везучие У которых на двух разных иксах Оказались разные аллели На одной красной На другой зеленой Те различают И они получают преимущество Они быстрее и бодрее всех Бегут к этим фруктам И другие обезьяны Вынуждены на них Как бы ориентируются То есть они спорят Куда эти побегут И от хищников то же самое Как бы они спасаются лучше И они получают преимущество Но У человека Не так У человека Как бы Есть просто два разных гена Поэтому И мужчины И женщины Как бы различают Но все-таки Тоже как бы на иксе Поэтому У мужчин Вероятность дальтонизма Гораздо больше То есть у мужчины Достаточно одно нарушение А у женщин Чтобы быть дальтоником Надо два нарушения На двух иксах Ну и вероятность Чего вообще как бы Мала И Вот эта способность Она конечно Человека не выделяет Как бы из обезьян Вообще Вот Но как бы Тем не менее Тоже как бы Дала немалый вклад В наши как бы Свойства Многие И в наше Как бы восхождение По этой лестнице Вот То есть по крайней мере Это лучше чем Подавляющее количество Блекопитающих Нашего цветного зрения Способность От самого развлечения И это хорошо По своему Это клево Дает возможность Как бы Масса всего делать Вот Но лучше конечно Иметь больше Развлечения Зрения Ну например У рака богомола У нас Получается как бы Три Рецептора по цвету Да Красный Зеленый Синий У рептилий Четыре То есть те же Красный Зеленый Синий Плюс ближний ультрафиолет А у рака богомола Двадцать шесть Вариантов Ну вот Ну он живет на коралловом лифе Он сам очень красивый Ему это актуальнее Вот Но мы это компенсируем Очень большими размерами мозга То есть мы из этих трех цветов Комбинируем Там по разным данным От десяти до ста тысяч оттенков Ну там кто как цифру называет Там по-моему от балды вообще налепится Но дофига короче говоря Потому что у нас очень сложный мозг Он обрабатывает эту информацию И как-то ее хитро там преображает А у рака богомола Ганглии Без всяких там этих желудочков И спинного жидкости Поэтому у него двадцать шесть рецепторов Двадцать шесть цветов Все Как бы на этом идея кончается Ну вот И мы можем как бы компенсировать Свои недостатки Следующая наша фишка Это естественно Способность говорить Ну вот я здесь уже там Не меньше часа я думаю говорю Да Далеко не всем она Да Например У человекообразных обезьян Есть горловые мешки Которые позволяют очень громко орать Но не позволяют нормально говорить Они в децибелах как бы больше выдают И на подъязычной кости у них Есть специальные вмятинки Для размещения этих самых голосовых мешков А у некоторых еще к тому же Это все раздувается Это говорили основательно Что характерно У наших предков На уровне австралопитеков Ну вот реконструкция Австралопитека Есть подъязычная кость Девочки австралопитековой Из Дикики На этой подъязычной кости Тоже есть Ну на этот фотограф Это как бы не очевидно Но тоже есть углубление Для вот этих самых голосовых мешков То есть получается Что австралопитеки А датировка там 3,5 миллиона лет Могли очень громко орать Как шипанзе современное допустим Но не могли членораздельно говорить Потому что громкость Обратно пропорционально членораздельности Ну для проверки чего Достаточно сходить в оперу например Очень громко Ну и хоть раз еще понял Что они там поют Нет Такое невозможно Соответственно Ну вот поэтому я микрофоном пользуюсь Не пытаясь утарать весь голос Тогда бы я там и ревел Но ничего не понятно было бы А со времени Как минимум 400 тысяч лет назад И даже раньше Ну допустим Подъязычные кости Сима до Суэсос Ну и там другие есть Всякие прочие Получается что Подъязычная кость уже как у нас И не только по подъязычной кости Это видно Ну там человеческое справа Да И по положению гортани По основанию черепа По диаметрам там для нервов например По строению того же самого мозга По строению слуховых косточек По всему этому вместе взятому Вырисовывается Что от астралоптеки говорить не могли А люди Начиная с первых хомо Учились это делать То есть первые хомо Которые там 2,5-2 миллиона лет назад У них например был там Шиловидный отросток на височной кости Это такой признак тоже как бы речи Но у астралоптеков его нету практически никогда Кроме там одного случая А у хомо есть у всех Кроме одного случая У которого нет Это вот с 2 миллионов лет Или с 2,5 миллионов лет А дальше как бы больше И ко времени примерно 400 тысяч лет назад Или там чуть раньше немножко Они уже говорили почти как мы Ну почти Но не совсем конечно Дальше еще там до ума Опять же это доводилось То есть с точки зрения речи Наша как бы человечность Да можно отсчитывать Либо с 2,5 примерно миллионов лет Ну там 2,5-2 где-то порядок такой Либо с 400 В зависимости от того Что мы уже признаем речи Что не признаем Не было такого момента Когда вот они бац и заговорили Да чтобы там папа-мама Мычали еще там что-то такое А ребенок прямо уже там Заговорил Такого момента не было никогда А был огромный промежуток Там миллион с лишним лет Когда они что-то вот такое Вроде говорили А вроде и не говорили И на эту тему Лучше всего почитайте книжку Светланы Бургак Происхождение языка Там эта мысль Очень подробно разобрана Там в деталях и так далее На протяжении многих страниц Вот Но так или иначе В итоге способность говорить Это действительно наша фишка То есть мы можем очень четко Дифференцированно Доносить свои мысли До другого индивида Так чтобы вот уже там Никаких сомнений вообще-то не оставалось Ну всегда остаются как бы Да И вот что бы я сейчас там не говорил Все равно кто-нибудь меня спросит Про то что я уже сегодня говорил Как бы я там Внятно это не пытался разжевать Но тем не менее По крайней мере мы это делаем Намного лучше Чем все другие животные Это действительно наша как бы особенность Вот Ну и как я уже сказал По самым разным вещам Можно это определить Вот по слуховым косточкам Например да Можно посмотреть На какой частоте слышали Древние существа Да В Страхопитеке слышали Как обезьяны А у обезьяны есть один пик звука Когда вот они орут На котором они кричат Да А у человека есть два пика звука На котором мы опять же орем Как шимпанзе А на втором Ну там синенькая такая полосочка На котором мы говорим Причем эта частота На которой мы говорим Она наиболее Наименее используемая В живой природе То есть на этой частоте В природе практически Ничего не происходит И поэтому мы хорошо Различаем речь Как бы ее трудно заглушить Ну правда можно чайник На плиту поставить Такой вот Когда он начинает закипать Вообще ничего не слышно Ну то есть Это та же частота И как бы вообще ничего не разобрать Но вот здесь график построенный Для людей из Симон-Гос-Уэсос С древностью 427 тысяч лет назад И в них как видите Вот эти другие полосочки Кроме зелененькой и синенькой Это вот эти древние люди И там почти у всех у них Есть вот этот второй пик Приближенный к человеку То есть 427 тысяч лет назад Они уже почти Как мы слышали Ну а если они слышали На частоте речи Значит они и говорили По диаметру Подвизочного нерва Можно это определять По рельефу на мозге Можно определять По всяким там Тробекулам Внутри подвизочной кости Это можно определять То есть куча способов Есть как можно это сделать Дальше соответственно Орудийная деятельность Ну то что я уже сегодня Упоминал археология Одни из самых древних Хотя уже не самые древние орудия И сгоны в Эфиопии С древностью 2 миллиона 600 тысяч лет назад Это вот то что я сегодня Уже говорил Самые что есть простейшие Чоппер так называемые Но при этом у них есть повторяемость У них есть как бы типология То есть видно что тот кто изготавливал Когда начинал делать орудия Он уже знал что хочет получить И каждый раз получал Примерно одно и то же Как бы коряво это сейчас не выглядело И это говорит о целеустремленности И усидчивости опять же То что вот нас как раз отличает от других И если Ну хотя понятно что Перед вот этим моментом Был какой-то огромный промежуток времени Когда они что-то делали Но просто не из камня И орудия труда используют И всякие там обезьяны Но тем не менее Как бы орудийной деятельностью Такой каменной Никто кроме людей не занимается Вот А дальше еще к тому же Начинается использование огня Древнейшие следы использования огня Восходят ко времени Примерно миллион шестьсот Тысяч лет назад Но между этим миллионом шестьсот И четырехстами Тысячами лет Есть вот этот огромный промежуток времени Когда Ну как бы эти следы использования огня есть Но они редкие Фрагментарные Какие-то невнятные То есть какие-то вот там Прослойки пепла Какие-то угольки в пещере Ну как бы вот ни то ни сё И видно что да Они использовали Но от этого огня Не зависели вообще никак А со времени где-то Четыреста пятьдесят Четыреста Триста пятьдесят тысяч лет назад Вот в этом интервале Появляются большие отложения пепла Когда их реально много И это видно Ну с этого момента Видно что Начинается Зависимость от огня То есть они научились Не только использовать Но и добывать огонь Каким-то образом И В последующем Это привело к тому Что все современные Общества человечества Умеют добывать огонь Причем как правило Еще и не одним способом И от него зависит То есть мы не можем жить Без огня А как я уже сегодня упоминал Это привело к физическим изменениям У нас таз стал уже У нас грудная клетка стала уже Живот уменьшился Длина кишечника видимо уменьшилась Ну потому что иначе бы таз меньше не стал Ну вот Желудок видимо стал меньше То есть масса-масса Физиологических всяких На уровне биохимии всякой Ферменты пищеварительные Другие стали То есть куча изменений Правда не всегда Об этом легко судить Ну вот допустим В террамате там Как бы очаг такой Довольно очевидный Там как бы не ошибешься И не промахнешься А в джолкуудяне Там вот такие как бы Свои вроде бы пепла Но когда стали это дело Внимательно изучать Там как Вначале нашли слои Они там местами толщиной До 6 метров Ну вот И это было проинтерпретировано Что они умели использовать огонь Но не умели добывать И поэтому жгли на одном месте На протяжении Там буквально тысячелетия Это самый огонь Это даже в школьных учебниках Так и прописано Но потом Когда стали проверять То оказалось Что это не очень пепел И тут кавычки должны быть А это на самом деле Перегнивший ил Который дождями намывало В трещины Когда уже там никто не жил В этой пещере Просто там щели в какие-то Это все забивалось И перегнивало И получались огромные Отложения угля Как бы да Ну такой Ну не очень угля Как бы именно Такого пеплообразного Как бы слоя Но люди там уже не жили В этот момент Это просто перегной На самом деле И эти синантропы Которые жили в Джоукодиане Они огонь знали Там есть обожженные кремни На самом деле Обожженные кости Но не шестиметровое отложение А по пути Ведь на этом построили Целую концепцию Там в частности Звучало что Раз они жгли Это значит там Буквально там Столетиями Тысячелетиями На одном месте Ну кто этим занимался Ясное дело что Тетки это делали Да Ходили там Дровички собирали И подкидывали А мужики бегали Где-то там за оленями Вот И стало быть Если женщины Все время сидели И поддерживали очаг Женщина-хранительница очага Значит у них был матриархат Значит там На 15 страниц Там рассуждений Вот Но Это все чушь собачья Но То есть Огонь они да Знали В принципе там пепел есть Ну Обугленные Вернее кости и камни Но Вот эти Многометровые отложения К людям отношения не имеют То есть Всегда стоит Как бы Вот Смотреть нюансы Ну и благо Наука Как бы Научилась этим разбираться Ну и поначалу Как бы Так себе И использовали Более того Некоторые группы Может быть Забывали Использование огня Вот у неандертальцев Ну здесь Типа как бы Неандертальцы изображены Чудесно Что Они жили после Гидельбергенцев Которые уже вот Научились Зависимо Это все дела Да Но Они разучились Уровень Самые древние прецеденты Это все Та же Самая Сима Досуэсс Уже Помянутая Это так называемое Санитарное погребение То есть Там пещера В виде Такой вот Как бы Шахты Ну естественного происхождения Такая дырка 16 метров глубиной Когда кто-то умирал Они убрали За ручки ножки Волокли И швыряли В эту шахту Ну собственно На этом погребение Кончалось Вот Но на 3 метра Вот этих костей Которые они туда накидали Нету ни одной кости Копытных животных А это однозначно Говорит Что это не помойка То есть Это только для людей Предназначено И всего Одно орудие Причем Не какое-нибудь А вот такое Экклюзивное Его даже археологи Нашедшие Назвали Эскалибур Ну в честь Меча короля Артура Но Такой камень Он как бы специфичный То есть На самой стоянке Где они там жили В полукилометре Такого нету То есть Они сделали Прямо как-то специально Ну и когда У нас такие единичные вещи Всегда есть сомнения Как оно так получилось То есть Может кто-то там стоял На краю этой ямы И игрался этим Эскалибуром Это ой И там 16 метров Уже туда там не полезешь А может быть Пафосно Как вот здесь На реконструкции Храня Они там швырнули Как бы там И это тогда погребальный инвентарь Но это мы можем гадать А со времени Примерно 100 тысяч лет назад Ну там внизу Они накидали Вот этих костей Целую кучу А примерно со 100 тысяч лет назад Начинаются уже Такие как бы Погребения Погребения Когда Не просто как бы Человек Да Но еще и с инвентарем То есть вот здесь Если присмотреться У него там в руке Зажата челюсть кабана Здесь вот он закрыт Рогами вани Там подросток Да Еще там у него Печеное яйцо страуса Там какая-то охра Лежит Там в другом погребении В скуле Там он в ладони Фактически держит Там рубило Ну что-то типа такого же Ну там немножко отличается И вот со 100 тысяч лет Именно наши предки Сапиенсы Ну и предки еще сапиенсов На тот момент Стали совершать Такие нормальные Настоящие погребения И в этом смысле Человека Можно отсчитывать Либо из 430 Примерно Да Там 427 Если точнее Или со 100 тысяч лет назад Ну а в верхнем палеолите Там уже по полной программе Там уже все как надо Вот А некоторые наши Ближайшие родственники Какие-нибудь там Неандертальцы Тоже погребения И погребения делали Но инвентаря у них Никогда нет Охрая Никогда ничего не посыпано Ямка всегда одинаковая Положение тела всегда одинаковое Двойных там Тройных погребений Никогда не бывает Так что Как бы вроде бы Погребения Но как-то вот оно Сильно попроще И никаких исключений Что характерно Так что Тут можно отсчитывать Ну так Лучше со 100 тысяч лет назад Допустим Следующий момент Искусство Вообще Как определить искусство Это вопрос такой сложный То есть можно по-разному Это делать Но одно из хороших Определений искусства Которое мне лично нравится Это повышенные Усиленные трудозатраты Ну и время И трудозатраты Энергозатраты Которые целью Имеют получение Некой эмоции То есть не сиюнутой Выгоды Какой-то пользы Конкретной Что там пожрать Как бы А потому что Вот прикольно И если так подходить То первое Такое свидетельство Это вот эта галька Из Макапангата Она где-то с кулачок Размером Такая небольшая В слое Примерно там Три-два с половиной Миллиона лет назад Ну там брекчая Там датировка фиговая Но тем не менее И как видите Там естественные выбоинки В форме рожицы Причем такая галька Ближайшая Где-то там В тридцати километрах В стороне находится Ну там правда Еще есть там В четырех километрах Но в любом случае Как бы Сам камень туда Прикатиться не мог И скорее всего Кто-то нашел Где-то там В тридцати километрах Это день ходьбы На всякий случай Да Ну даже если Четыре километра Это все равно там Ну час ходьбы Ну вот Увидел что прикольно Как бы цветом красное Да еще на рожице похоже Ну сказать он правда Еще ничего не мог Но по крайней мере Удивился Промычал Что-то такое невнятное И таранил это дело Там несколько километров А то и тридцать километров До этого самого Бакабангата Где наконец Я выкинул Эту гальку И это Как бы Неполезная вещь Да То есть камней там И так хватает Как бы Не обязательно их переть Там дофига далеко Ну вот То есть Потому что прикольно Вот Это такой первый смайлик Фактически Это еще уровень Австралопитека Это даже еще Не хабелесы никакие И орудий там нету В Макабангате Каменных орудий Там ни огня Ничего близкого Даже такого нет Вот Следующий как бы этап Это ракушка С явы С месторождения Трениль Прямо то же самое место Где нашли первого Пятикантропа Ежендюба Там насмирал еще ракушек Там унисоники разные И вот на одной из них Нашлась такая вот царапулька Сделанная акульим зубом Которую еще кстати говоря Притащили с берега моря Там тоже там Десятки километров И вот эта вот царапинка Да такая зубчатая Это тоже искусство Потому что пользы от этого Никакой То есть Ну как бы ее не съешь Ничего как бы от этой царапульки Да Ели они по другому Использовали по другому Там примеры тоже есть Они по другому выглядят А это потому что вот хочется Вот взял на царапу Полумиллиона лет Детировка Ну такая немножко растяжимая Там не очень точная Но тем не менее Порядка полумиллиона лет И до следующего искусства Там где-то сто тысяч лет На всякий случай Вот Что характерно Индивидуальные украшения Появляются Впервые У неандертальцев Примерно сто тридцать тысяч лет назад Вот допустим И скрапины Там вот стрелочками показаны места Где есть специальные такие Царапинки и затертости Это когти орлана-белохвоста Которые неандертальцы Видимо использовали Как украшение Ну потому что Как орудие Они не применялись Там смотрели Троссологическим анализом Как бы они не использовались На практике Но вот В месте где логично было бы Привязать Там есть затертости И видимо Они правда были Как-то куда-то там привязаны Вот А основная как бы Конва Вот в нашу сторону Да Она шла еще по пути На всяких редкостей Необычностей Вот допустим Вестовте Камень С ископаемой ракушкой То есть они Не сбили эту ракушку Да И сделали Рубило Ну с ракушкой Как бы Потому что прикольно Вот У всех просто рубило У меня с ракушкой А Ну это как бы Вестовцы Как бы еще такие Тоже не сапиенсы Конечно А В нашу сторону Направление Вот Немножко позже было Даже неандертальцы Нас обогнали На 30 тысяч лет А 30 тысяч лет Ну так до масштаба Это сколько нас отделяет От неандертальцев Вообще-то Ну вот И вот Через столько же После первых неандертальцев Наши предки стали делать Тоже там Подвески Из всяких там Ракушек Ну вот Использование охры Там орнаменты Вот эти все Ну и там Пятое-десятое Там уже понеслось То есть где-то Со времени Там между До 100 тысячами лет И там где-то 70-80 тысячами лет Это вот такое Формирование Такое робкое Еще как бы Начальное А дальше Особенно С 40 тысяч лет назад Там уже по полной программе Там уже навал Матого добра Вот И ну что Есть человек Да То есть вот еще Там 3 миллиона лет назад Это еще не очень человек Ну хотя Так первые попытки Да Потом там 2 миллиона с лишним лет Такая как бы Раскачка И последние 100 тысяч лет Или там 40 тысяч лет Откуда начинаешь считать Это уже да Вот Ну а Уже у Сапиенсов Все по полной программе И статуэтки И музыка Дудочки такие Да И наскальная живопись Ну вот это уже Даже не самая древняя На данный момент Но из Марлса Вот там 40 тысяч лет назад Такую замечательную Там эту Бобирусу Свинью нарисовали И Вот эти все цифры Они так или иначе Утыкаются в датировку Порядка 40 тысяч лет Там чуть раньше Чуть позже Где-то около того Это вот такие уже Сапиенсы Сапиенсы Которые уже расселились Везде И все это дело делали Палеопатология Как я уже упоминал Это дисциплина Изучающая Всякие повреждения На костях Там рожденные Приобретенные И через это Говорящие о том Как они себя чувствовали Соответственно Например Первое свидетельство Доброты Человеческой Это череп Из Маниси Где Древность Миллион Восемьсот Тысяч лет назад Найден череп Во-первых Старческий Там все швы Заросли То есть По современным меркам Взросления Это возраст Порядка 80 лет Ну то есть И сейчас В принципе Надо уметь дожить У нас Средней Средней Продолженности Жизни Сильно Меньше Сейчас В стране Ну правда Тогда Может возрастные Темпы Были другие Может там Реально Во времени Это и меньше Но в любом случае Для тех времен Это запредельно Старый человек А самое главное Что нет зубов Вообще То есть Они выпали еще При жизни И альвеолы Заросли Понятно Зубы выпадали Несинхронно Как бы да По частям И это заняло Много лет То есть получается Что этот человек Который Много лет Жил без зубов Обезьяны без зубов Не живут Они помирают с голоду И скорее всего О нем заботились То есть это Первое Такое Достаточно надежное Свидетельство Человеческой заботы О других людях И в этом смысле Человечности И с этого момента Начинается процесс Который Называется Грандмазеринг Его по-русски Либо так и пишут Прямо буквочками Грандмазеринг Ну это как по-дурацки Да Перевода вообще Как бы нет Но если Буквально переводить То это бабушкизация Как бы Или бабушкование Как-то вот Что-то такое Получается Смысл в том Что появляются бабушки Ну и дедушки тоже Но у дедушек Шансов меньше Как бы Дедушкой стать Вот А бабушки С некоторого момента Все-таки Если уж они там Дожили до 40 лет Да То дальше В принципе Скорее всего Там особо уже не помрут Вот У дедушек там наоборот Но Если дожили То Они конечно Уже там Не могут плодиться И размножаться Да Но зато Они носители Ценной информации Они все на свете знают У них жизненный опыт есть Они уже знают Что съедобное Что опасное В какой сезон Там Какого цвета Да Как делать орудие Как куда ходить Куда не ходить Где там снег в башка попадет И Соответственно Могут учить детей А с учетом Вот того Что я говорил Об обучаемости Да И стремлении обучать Это как бы Двигает прогресс Несказанными Темпами То есть До этого момента Там как-то все это Яло-яло Раскачивалось То есть Первое орудие Напоминаю Два миллиона шестьсот тысяч лет назад Вот эта башкизация Страдовала миллион восемьсот То есть Это там миллион лет прошел уже И это все еще Галичная культура Все та же самая Вот А тут Когда это начинается Скорость ускоряется И дальше мы имеем Примеры Скажем Нендертальцев с патологиями Вот Шенидарец Да У него там Не было левого глаза Правой руки по локоть Вот там Плечевая кость редуцированная У него там Ноги не гнулись Там Перелом на стопе Травма на лбу Сломанные ребра Там позвоночник не гнущийся Там болезнь Баструпа Там из-за отношения Тяжести хронического И еще там 45 патологий Там всяких разных Ну вот он еще и глухой До кучи был То есть он Одноглазый Однорукий Функционально Одноногий Глухой С остертыми зубами С кучей там Переломов Всяких там Плохо заживших И при этом Дожил лет так до 50 То есть он почти всех Неандертальцев пережил То есть явно Как бы сам себя Он обеспечивать не мог И помер еще более того От обвала Когда ему на голову Камень упал А так бы еще бы прожил И Это говорит однозначно О том что о нем Опять же очень долго И старательно заботились Ну и еще Одна однорукая женщина Из Лякины Лякина 5 У нее вот левой кисти Не было То есть рука то была А кисти не было Ну вот ничего Тоже жила Как бы Ну вот Леша Пилесен Из Франции Старик тоже Он там лет 40-50 Ну там примерно мой возраст На самом деле Там может чуть постарше меня А может и не постарше Вот Но как бы Я-то не андерталец У меня болезни Болструпа Еще пока мест нет Вот А у него там зубы Почти все попадали Ну у меня даже больше Чем у него Ну вот Ну не намного правда Но все-таки больше Вот И у него еще там Травма опять же И на лбу И там на руках И на ногах И там везде Где только можно Вот Ничего как бы дожил До вот этих преклонных лет И его еще похоронили Там специальные ямочки Как бы Или допустим Женщины из Сен-Сизер Которая видимо метис Кстати говоря Неандертальца и сапиенса С большой вероятностью Но вот Огребла по голове Чем-то Кто-то ей там Сознал Ну чем-то типа меча Ну там мечей у них не было Но каким-то там Вкладышным видимо орудием Но С одной стороны Как бы Стукнули ее Так вот Насквозь пробили голову А с другой стороны Там есть следы заживления То есть От двух недель До двух месяцев Она еще после этого Жила С пробитой Насквозь головой И это говорит о том Что скорее всего Кто-то все-таки Заботился То есть Как всегда Здесь как бы Есть Диалектика То есть Кто-то покалечил А кто-то потом Еще старательно лечил Ну ей правда Это в итоге не помогло Но другим помогло Ну а это еще неандертальцы Которые как бы вообще Как бы к нам Такое довольно косвенное Отношение имеют Просто про сапиенсов Африканских В этом смысле Гораздо меньше знаем Просто банально Потому что это Африка Там меньше копали Но когда начинаются Кроманьонцы Там это по полной программе Там уже на каждом шагу Ну здесь вот Единственный такой пример Но на мой взгляд Самый такой красивый Это скелетики Ромита 1 и 2 Из Испании Это уже позднее время Там что-то типа 15 что ли Тысяч лет назад Что-то порядок такой Там неважно Но замечательно Что это два скелетика В обнимочку В самом буквальном Таком смысле Они в обнимочку лежат Но вот этот скелет девушки А вот этот скелет Парниши Лет под 20 Там с чем-то Ну в принципе Для того времени Это такой нормальный Средний возраст был Смерти Но у него Как видите Длина тела Очень маленькая У него ахондроплазия Когда ручки-ножки укорочены Очень сильно искривлены И он ростом Там был вот такой вот То есть для верхнего палеолита Для мужчины Это просто как бы Вот очень нехорошо То есть охотиться нормально Он не мог С такими пропорциями Но до 20 с лишним лет Он таки дожил И в могилке В обнимку с девушкой Таки оказался Ну вот То есть не так уж плохо Он там на самом деле существовал А это однозначно Совершенно Говорит Что о нем опять же заботились Ну как минимум 20 лет Ну то есть это с детства Видно в принципе Вот это как бы Отхлонение И ничего ему не помешало То есть то что сейчас Такие люди живут нормально Как бы да И все у них хорошо Ну там сложности конечно есть Ну как бы не помирают Это понятно Как бы да 21 век А там как бы каменный век Это ледниковый период Ну пусть это Италия Там в принципе довольно тепло Еще было Ну примерно как у нас сейчас Вот здесь там да Такой умеренный климат Но вот 20 лет заботились Таких примеров Уже верхнем полиолите хватает То есть там масса Таких всяких вариантов Есть И других тоже Ну я уж тут не буду Все это забивать Ну и отсюда Мы переходим К такому уже Глобальному как бы Понятию Как общество То есть Ну общественные И общественные мы были Как самые еще такие Древесные как бы да И там такое Еле-еле наземные Там на уровне Астралопитеков И те которые уже вышли Там в открытую Какую-то более-менее Саванну И дальше все это усиливалось Но первое вот это Усиление общественности Началось еще Там у каких-то Совсем-совсем обезьян И в принципе все приматы Ну почти там За редкими исключениями Так или иначе общительные Ну вот И тут практически невозможно Постоять рамку И сказать что Вот с этого момента Мы уже люди То есть это вот Чуть ли не с самого Пургатуриса Который там 66 миллионов Лет назад был да Вплоть до сейчас Постепенно усиливалось 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 Вот но тем не менее Как бы Есть повороты Особенно Вот эта консолидация Стала важна При выходе в саванну Когда много опасностей Мало защиты Деревьев нет Особо там уже не спрячешься И защищаться от хищников Надо как бы вот Коллективно Там отмахиваться Палками Какими-то камнями Даже еще может До появления Орудийной лидерности Там на уровне Австроапитеков Ну что Привело К уменьшению клыков О чем я сегодня уже говорил То есть Невыгодно становится Драться между собой А выгодно защищаться Ну леопарда Клыками не впечатлишь Ну вот А как бы Другом ссориться не надо Чтобы совместно Отогнать От этого самого леопарда А еще чуть погодя Когда они сами Становятся уже Хищниками То еще лучше Надо консолидироваться И вот все те же самые Там 2,5 миллиона лет назад Когда они начинают Охотиться И использовать орудия Надо загонять добычу Как-то организовываться Да Чтобы были загонщики Ловцы И делиться добычей В этом смысле Крайне показательно Как ведут себя Шимпанзе Например Которые тоже регулярно охотятся И они тоже организуются При этом Очень так активно То есть Есть загонщики Есть ловцы Но при этом Они делятся мясом Это как бы Принципиально То есть они от мяса не зависят Они в принципе Как бы могут без него Но это как бы Деликатенс Это особая фишка И делешь мясом Повышает статус того Кто это делает То есть если я Допустим Поделился мясом Я крутой Растительной пищей Они не делятся То есть растительные Они друг у друга Будут отнимать Даже там Мать и детеныш Может отнимать Растительную еду А мясо наоборот Как бы Это понты такие Как бы Я вот даю тебе мясо Я крутой Ну вот И может быть Вот с этого момента Как раз прогресс Необычайно ускорился И показательно Что в это время И орудия труда появляются И первые вот эти намеки На речь О чем я уже говорил И вот этот активный рост мозга И преодоление То самого мозгового рубикона О чем я тоже говорил Ну а в итоге Все это выходит На уже совсем Новый уровень С появлением Предзведящего хозяйства Примерно с 12 И позже тысяч лет назад Ну там в разных местах По-разному Когда Кроме прочего Стали выращивать Там всякое зерно Пасти там овец Каких-нибудь Людей стало резко много И Наше вот это общество Выходит на новый этаж Когда До этого момента Жили семьями По сути То есть Свои это свои А чужие они чужие Как бы Их можно по голове стукнуть Ну вот А за своими Надо заботиться Но с этого момента Понятие свои Растягивается То есть У нас такая деревня Уже там 200 человек Сумасшедшее количество Да Что я их всех не знаю Кто эти люди вообще есть Ну вот Но они все свои Тем не менее Ну вот И я уже должен Как бы Расширять свое сознание Свойскости На людей Которых я может быть Ни разу в жизни не видел То есть Они из соседней деревни пришли Да Но они в те же там Тряпочки одеты Они поют те же самые песни На понятном мне языке Они там совершают Те же самые обряды Значит они свои Вот Но если вот это общество Вырастает там Больше 150 человек Ну больше у нас голову Не влазит на самом деле Поэтому Если вы мне там Будете писать Там я был у вас на лекции Да Я вас на лицо Не вспомню никогда Ну вот У меня как бы Каждый день там Несколько десятков человек Перед глазами проходит Я не запоминаю никого Вот Но я как бы понимаю Что это свои Потому что да Вот они были на лекции Да На понятном языке Там общаются Ну значит хорошо Но еще лучше Когда над всем этим Есть какой-нибудь модератор Например Ну вот организаторы Допустим это лекция Да И они становятся Как бы Вот руководителями Которые процессом рулят Ну а Как бы Вот этих ступенек Иерархии Может быть довольно много Да Там допустим Начальство этого вуза Которое сюда На всех запустило Да Ну для начала Там вахтер какой-нибудь Вот Потом там начальство вуза Потом какой-нибудь там Министр образования Потом лично Путин Само собой Ну а потом еще выше Настраивается Там какой-нибудь Господь Бог Вот Ну который уже Как бы Настолько крутой Что мы его даже и не видим Вообще мы его придумали Как бы Ну он просто дофига крутой Мы его и не можем увидеть Но он слишком крутой Чтобы его видеть Ну вот И Возникают всякие системы Упорядочения всего этого Ну чтобы Как бы я подчинялся Вот этому иерарху Которую я может Там ни разу в жизни не видал Да Ну хорошо Чтобы я его видел И как Ну он большой Понятно Он сидит В отличии как бы От всякого быдла Которая там тащит мешки с зерном Да И там ведет этих осликов Ну пусть же он тоже там В этой травяной юбке Как бы да И босиком И голый в общем-то Но Вот он большой И он сидит наверху На троне Ну вот Но Этим всем надо заправлять И можно допустим Писать Вот там Сословие жрецов Как бы образованных людей Которые умеют Фиксировать Там происходящее На каких-нибудь там Клинописных табличках Допустим Вот Можно там устроить Какие-нибудь пирамиды Ну и дальше уже там Все понеслось В ходе до современности До появления государств И вот это вот Понятие свойкости Все время только расширяется 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 Дальше больше На уровень там Выходит там Народов Наций Государств Да И уже появляются Такие персонажи Которые Я люблю весь мир Там все люди Братья там Все люди Сестры Давайте обниматься Целоваться Ну при этом Всегда стоит помнить Что другой С кем вы там Собираетесь обниматься Целоваться Может ваше Фозрение не разделять Ну вот И может быть Он еще существует На уровне там Этих неандертальцев И вас при случае Еще по голове треснет Вот Поэтому Общение конечно Должно быть адекватно То есть оно учитывает Должно не только Что вы как бы там Думаете и хотите А и вот С кем вы общаетесь Что он по этому поводу Думает Вот Но чем дальше Тем все это Тем не менее Нарастает Уровень агрессии Снижается Что приятно То есть при всех Наших там Мировых войнах Там ужасах Вот там Все их таком Количество там Травм например На скелетах У неандертальцев Больше В средневековье Больше чем Там новое время В новое время Больше чем сейчас И вероятность того Что у вас сейчас Кто-нибудь съест Какой-нибудь ваш сосед Она практически равна нулю Ну то есть она тоже Не нулевая Что печально Вот Но катастрофически Она там 50 на 50 Строго говоря была Ну вот И у каких-нибудь павианов Я уже сегодня упоминал Да Вероятность У самца павиана Быть убитым Другими самцами павианов Она почти равна 100% На самом деле Это главная причина спиртности Там при всех этих там Леопардах Там чем угодно Да Вот У попуасов современных На Новой Гвинеи Тоже вероятность того Что мужика убьют Другие мужики Она тоже там Почти 100% Ну не 100 конечно Но там больше 60 По крайней мере Ну вот Так что Мораль Мы сейчас живем В чудеснейшее время Когда нам хорошо Мы живем в раю Наши все эти Человеческие качества Сложились как бы воедино И то Как бы Что считать человеком И с какого момента Отчитывать как бы Нашу человечность Зависит от того Что вы ставите Во главу угла То есть Берете вы там Речь Прямохождение Питание Там доброту Да Там искусство Орудие труда Там 5-10 Цифра у вас будет гулять От 66 миллионов лет назад Когда там Первый пургатур В принципе Он тоже может Человеком Начинать читать уже Вплоть до Самого Последнего времени Там 20 века Когда мы стали Наконец Жить мирно И счастливо Чего собственно Я вам и желаю Спасибо За внимание АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ